Добрый день, позавтра. Одному вот здесь разрезы, так вот, прочитать, если они лежат здесь. Да, они вот тут не дадутся. Пока здесь, потому что, я говорю, все. А следующий? Да, да. Я не знаю, проверяйте, кто скажет, лучше проверить. А что, Машка? А, Машка, они сюда вошли? Ну, ты упал. Ну, я же русским языком сказал. Все вышли. Истоптанно-то мной. Все разобрал. Ничего, тут все лоси вышли. Пять выходных. И все там. Ты же видел на углу? Один-то, который показывал все здесь. Здесь все на ледянке. Здесь только хуя, только здесь могут сейчас с фегемотом. Пять не стали. Молоком не лежать, потом не дарить. Ну, не надо говорить. Не надо туда вплевать. Все ушли. Кто тут может сейчас жить? Ну, Машки. Ну, ты же, вчера. Ну, кто тут? Тут заяцца, блядь, не пойдет. Ну, соображайте. Все в недоругу. Все вышли. Если вошли. Не дорогу лиловую. Такую большую. Приобщиться хоть к великому делу. Рядышком постоять. Хороший ее дом. Благородная. Здравствуйте. Да, он там будет. Он пойдет. Сюда-то вряд ли. Я тоже знаю. На глазах уизумленной публики я сидел спиной. Обернулся. А он уже, блядь. Подарок Михаил Павлович. Ушел. Алло. Не надо. Не надо. Инцентр надо было вот здесь. В 30-ти шагах. А я? Видели его? На Брёмне. Да нет, это он вышел до того тогда. Он же вышел раньше. До стрельбы еще, когда зайчатники сверяли, он видимо, видишь, спокойно совсем. Где-то эти. О, Андрея, следы. Вот это. Вот этот трупный, который там. Нет. Там трупный ушел. По которому Михайловский. Это тот, которого Андрей сегодня подшумел. Он транзистом прошел. Скорее всего, да. Да, да. Так он и шел по этой стороне низинки. Взять бы у меня и сесть бы. Парочка это вышла туда? Да. Бычара сюда. А вот этот свежий, да? Сидим и мы готовы. Завтра мы сюда идем. Да. Тот, который мы начнем. При хорошей воде. Пятна, пошли, надо. Равнение получил. По всей России начинается широкое празднование. Да. Славного юбилея величайшего хатаэда. Сирия, Сицилия, соединение всех прилегающих стран. Нам, братцы, выпала честь первыми начать этот торжественный акт. Ну, надеюсь, кончим вместе со всеми. Скоро. Скоро его будут поздравлять как охотоведа. Потом будут поздравлять как мужа, как отца, как деда и прадеда. Нам, ну, вот тут первый. Сегодня его будем почитать как охотника и рыбака. Как охотника и рыбака. Да, ты что? Ну, мужики. Сегодня была красивая и достойная охота. За охоту. За веру царям и отецтвам, за неиссякаемость охотоведского дела, за охоту, за соборность. Как держаться? Да. Спасибо вам за внимание. Даже одной рукой? Так. А вы знаете ничего. Весьма и весьма. Да. А вам первый раз. За этим столом российские охотники пьют шампанское. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Кроме водки здесь ничем не сперни. Ну, еще Мадерны немножко. Иностранцы, я думаю, что тут валовались этим. Ну, они не наши. Хороший шампанский мисболк. Хороший. Да. Да-да-да. Большой десерт. Кстати, какой? Какая страна их? Италия. 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 Только дисциплина, по-моему. По праву. Не только мафия у них, но и шампанское. Ха-ха. 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 Я тут был в компании в одной и... Вот это, что ли, отгадывает она? Да-да-да. Да. После шампанского не угадать. Конечно, под водку бы надо это делать. Представь, что это шоколад. По-моему, лягушки-то мороженые. Сто процентов золотина. Сверху и маргарин. А там, не знаю, я не знаю, что. Вот я вам взорву загадку. А то так бы съели, просто так. Никого интереса не было. Да. А почему с костями? С костями. Кто? В холоде. В холоде. Ну как? Зато больше получилось. Конечно. Как без костей? Саш, открой это. Вот. Уменитель гальчики. Это лучше. Да. Чертнее. Ну что, хорошее кладет? Ну что, Борисаныч. Вам как к самому аксакалистому из менее аксакалистых придется, я так думаю, что... не знаю, что это. Не знаю, что это. Здравится. Ммм. Пардон, пардон, сейчас заставляю ждать. Что, мне шампатка не надо? Ты видела шампатка? Ах. Ага. Сейчас. Ммм. Берёк. Ммм. Сейчас. Ммм. Я играл другим цветом. Вкусом, да? Ха-ха-ха. 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 Вкус такого. Угу. Такой штуки ты же никогда не угадаешь всё тут в холодном холодном холодном. Вот её достоинством, под неё можно съесть что угодно. Чё? Вот это. Вы дольше юбиляра знаете. Как охотники. Я хочу сказать вот что. Если вы выдержите две минуты, то я могу сказать. Если две минуты не выдержат, тогда нет смысла. Зато и дыхание не так. Две минуты. Нет, ну. Я есть не говорить, говорить не могу. У меня там на ледо там и далее. Я тебе там проживаю. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Дело в том. Что пятнадцать лет назад, когда Михаил Павлович ходил в король на тех штанишках и отмечал своё розовое детство, я написал ему поздравление с его шестидесятилетие. Оно было публиковано в газете «Диана». Скоропостижно скачавшийся. Да. Ну. Вот может повторить его, потому что актуальность его, с моей точки зрения, не исчезла. Да. Будет. Если юбиляр не возражает. На память подходит. На память. Что же я, конечно, там уже точно не помню. Ну. Экспром допускаем. В газет подпольное. Подпольное. Подпольное, по-моему, есть. Да. Да. Она выходила, да. Давайте. Сейчас прорую только, брат. Может запьёшь? Ха-ха-ха. Может так. Я сам из деревни. Из Кайского края. Жил там, не нужды, не заботы, не зная. Скидался с ружьём по ответственным лесам. И срок всех охот установил сам. Кельсинки Алкаш, мой давнишний знакомый, учил меня с детства таёжным законам. Он мне за бутылкой однажды повезал, что есть ли какие-то охотоведы. В лесу или в поле. Они словно боль. Известны им там все пути и дороги. По телеку видел на днях как добор. Такой с бородой, все знаете. Волков он ругал и науку хвалил. Сказал, что охоту в стране завалил. Что много у нас позакрыли угодий. Что звери и птицы везде беспокойны. Охотиться негде. И сроки не те. Охранников стал уж больным везде. На них были цены, а не на гося. Уж больных много. Тругом развелось. Сказал, что охотники ушными стали пушнину направо сдавать. Перестали. А если пушнину не будем сдавать, во что будем женщин тогда делать? Ведь завнификов они шкуры носили. Привык не видать. А никого не просили. Он так то ли часто, либо говорил. Кого-то ругал, а кого-то хвалил. Но все видать знает и даже знаком из мира животных с одним мужиком. Восславил охоту он дятского края в бессмертных традициях деда Мазаева. Заслуги собак на охоте заметил. И так между прочим как будто заметил, чтоб ныне, чтоб знатным охотникам слыть, неважно медведей и лося забыть. А так он осметил охотника аса, что тот где, кто ловко стреляет бекас. Конечно вы поняли речь про кого, я же этим стихом поздравляю его. И мы тоже. Это был написок шестидесятилетию, ну пятнадцать лет. Некленные вещи. Они и к столетию еще ему пригодятся, то что там говорите. А это че? Сердце? Нечем за пыль? Печенку нажимайте, потому что она может засохнуть. Да. Здесь печенка, здесь сердце сегодня убиенного лося. А кто делал? Кто готовил? Хватит. Смотри. Пойдем. Садись, я тебя поснимаю. Не хватает у нас. В одного дуга. Давай. Нет, давай. Это цивилизация нас достава. Во всех вещах. Дыду мы бытовых. На бокалу то минимально проникает все равно. Да это он только говорит о том, что ему радио не надо, там это другое. Все надо. Все надо. А сам злодей газету читает? Да. Еще читает. Я уже забыл какие газеты. Советский разъем читал. Все-таки охотовед должен жить от депрессии до депрессии. Нам повезло. Да нам повезло во многом. Мне даже. И лось, и зайцы, и кабаны. Скорить вам уже все это теперь. Никто вас в мозги не будет засирать. О, блять, убег. Записывать, Михаил Павлович. Нормально, нормально. Про коньеры все выявили. Охотники наконец забили. Это очень важно. А вот еще я хочу подчеркнуть в сторону, Михаил Павлович, в отношении охоты. Мне все охоты, они своеобразные, какие-то оставляют след глубокий, какие-то нет. А вот помните охоту на кабана? Да. Ага. В южной части. Того кабана, которого мы преследовали, по-моему, месяц. Мы сколько? Раз в четыре выезжали. Да. Да. Ага. Это был кабан, который, в общем, мы его... Потому что приоритет отдали охране. Да. Это раз. В результате у нас из заповедника и беглые теоретики охотоведника стали во главе всех наших судьборешающих моментов. Это раз. А потом, в силу того, что мы занимались решением таких глобальных задач, как звероводство, реконструкция фауны, значит, надо было приоритета и отдавать изучение биологических свойств этих животных. Куда ты денешься? Как отловить, как держать, как кормить. Ну тут-то это уже технологическая работа. Да. Да. Но ведь надо же было знать параметры, как говорили дядя Петя Монтефи, все ахнули, что заяц рождение на 50 дней. Я думаю, не тот, как кролик. Да. И вдруг заяцы узнали, что... Ведь эти же опыты в зоопарке по срокам беременности, по срокам лактации, ведь это же надо было все знать. У нас же были зоологические только описания, а вот таких точных данных нет. А какая могла быть работа по реконструкции фауны, прояснения, не зная даже чем питается, когда размножается, где какие кладки, где чего. В этом плане сделано было много, но оно потом задавило. И особенность, самый главный ужас, почему мы попали в тупик, ее, собственно, выразил Шварц своей формой. Знание истинной численности животных позволит только нам вести рациональное охонящее хозяйство. Теоретически это все верно. Хорошо бы знать это, истинную численность животных. Но в практическом плане сами звери того не стоит, если хотя бы более-менее точно их посчитать. А мы ринулись все эти учеты. Вон Петрович Никульцев считал, найдет лунки тетеревов с говешками. Сколько лунок соответствует от численности тетеревов. Так вот, тут тетерев может быть неделю жить там, 3-5 штук. Вот тут на одном месте во всех этих планах. И вот мы с учетами, с желанием выяснить истинную численность. А дальше это госплан, дальше все вот эти вот динамики. И мы пришли вот к этому результату. Кончился заготовки, кончился госплан, кончился прогноз. И все это осталось с нами. Охотоведение может развиваться только при двух условиях. Во-первых, это все-таки наука охотоведения, это наука социальная. Кто есть охотник? Какие его интересы? Как в регионе, какие, так сказать, люди, к чему тянутся? Что определяет вдруг масса кротятников? Ведь вот вы-то не были. Он у нас крот был в фону видом. 30 миллионов заготовок. 30 миллионов! Мужики! Что решало? Кто сейчас на крота смотрит? Фанатики какие были? Наука у нас. Григорьев, Александров. Да масса людей, которые занимались. Крот у нас был одним из ведущих вслед за ондатором. Нужда отпала. А? Ну да. Лисичку черноборую подавали. Вы понимаете, какая вот эта вот вещь? Социология. Кто знает о Скоросадке, ну мы как-то начали одну статью опубликовали. Сколько у нас любителей охоты на гусей, сколько весенних, сколько на рябчиков. И когда сделали Покаю, меня больше всего поразило. Вот так, опросные. Главный интерес все-таки охотники на рябчика с мунком. А на гусей все это единицы. Весенние охоты вот так вот, которые мы шумели. Людей интересующихся весенней охотой значительно. Ну в общем, очень небольшое количество против всей массы охоты. И вот этот элемент, кто такой охотник, почему товарищ Павлов на белку смотрит как на воробья. Он у меня совершенно не вызывает охотниче страсти. Но когда собака стоит и под опелю, я фамилию свою забываю. И селезень подлетает с лаконем к подсадной. Уже за пятьдесят лет мог бы я успокоиться. Понимаешь, все равно. Но эти ходы не только из этого состоит. Вон ничего все делается. Так я о чем говорю. Она и состоит из многих и массы элементов. Из многих. И все-таки люди делятся по интересам. По регионам. По национальности даже. Понимаете. Где у нас эти данные? По мастерству. Мастерство еще. Мастерство. Где у нас эти данные? Мы социологии. Вот в этом смысле я понимаю социологию. И по интересам. Член общества охоты. Это же очень сложное дело. И что вы не хотите, вот когда я сюда приехал, если скажем, я приехал из тех мест, где охота на ващи по весной, понимаете, все. А здесь? Ну кто? Какой вятич? На этой фотку. А на дупеле? С долгим носом. Да. Правильно? Понимаете? А там ведь все это дубле, вот шнепинные тяги, описано здесь голос. А сколько, Михаил Павлович, в институте человек, который охотится на дубле, кроме нас с вами? По-моему, никто уже, да? Да я о чем? Я-то о чем? Это действительно. Но я же знал и гончатников, они… Пока еще. Зато я не поймал, нет того выбора. И вот. Ты как тебе, да? На сколько это хотели? Это говорили. Он сам все сгончивал. А? Я вам отрубил, нет? Ну, стародумов. Это фанатичные люди. И причем это фанатичные гончатники, они в весенних охотниках, в дупилятниках наших врагов. Раз ты идешь весной, а зайцы я вам рассказывал, так это все. Конечно, это будет стрелять зайцы. Ну, что Давлет в свое время показал в этой части. Они были всегда против весенней охоты. Заядлые охотники русские. Ведь это все явления. Я уж и не говорю о том, что всякая охота должна развиваться в том только случае, если будет соответствующая численность. Не будет соответствующей численности. Не будет охоты. Нет, не будет. Вот. Ведь помнишь, не знаю, не помню я тебя. Участвовал ты в наших охотах февральских на зайцев, на загоны. Не участвовал? Так, ты не был? Нет. 26-35 зайцев за вот эти, за два дня. Вот за Сомой, вот за этими. Ну, их пятые доли. Вы можете себе представить? Борис, ты ругаешь? Я был. Ну, сейчас их нет, и угодья нет, и где там. 26-33. 26 это. На Линск мы тоже самое. Вот, на это. Какие были интересные охоты. Это все, загоны все это. Загонов 10 мы ухитряли сделать, понимаете. Монахов однажды на номере 6 зайцев убил. Головченко тоже, по-моему, 5 или 6. Крутиков с нами охотят. Крутиков с нами охотят. Крутиков с нами охотят. Но ведь на чистность все. Кончилась чистность, кончилась переросли в год и кончилась сама охота за год. Все кончилось. Ведь это же никто ничего не определял. Никто не осмыслил. По части используем ресурсов животных. А все-таки главное назначение охотника это вот Богом данное. Собрать не только клюкву, не только кедровый орех. И не только грибы. Ну и вот и пернатые, и зверовые дичь. Собрать надо. Богом данным. И вот сейчас, если бы сейчас проповедовать. Проповедовать. Бейте Соболя. Пусть он у бабушки в сундуке будет через сколько-то лет. Кстати, в журнале охоты уже появилась статья о гибели Соболя. Все началось. Опять его не будет. И опять славят на то, что вот был бардак. Демократия. Беспорядок. Беззаконие. Все стреляли. Все особыли. Чем больше бьешь, больше будет. Все-таки, да? На том стоим. Это под боброву математику, наверное? Ну, нет. По бобрам-то даже… Я хочу проверить, насколько нетленны его принципы. По бобрам-то уж вы убедились. Век бобра… Вот сейчас Корсаков восьмилетнего бобра наконец-то… Не знаю… Он его убил у меня в восемь лет. Вот сейчас… Черного. Черного. Вот… Никого гад не пускал там не было. А я восьмилетнюю самочку тут сейчас. Вот. Вот должна появиться семья. Это восьмилетняя оказалась, да? Дочерек выдел. Ну, нельзя, Давидат, но… Выдел. Хорошо. Бывает вот когда… Сколько? Кстати. Одно из преступлений охотоведния… Одно из преступлений, особенно на товароведских товарищах… Когда были пики урожаи белки на этих… Ведь её надо было стрелять круглый год. Она товар. Это же масса, биомасса колоссальная белокаммунея, когда она дырдакунет. А что? Такая рыжая… Ну, вот как говорится… Сизая белка хуже суслика? Какие бы из неё детские вещи… Гибла, пропадала… Мы не могли использовать ресуса за тот срок короткий, когда она всё выкунет, а дальше там… Либо угодик деловой, эти самые… Самоловные промыслы, мне говорится. Либо лайка не работает снегом нам. Кто мешал использовать в эти самые… Урожаи белки… Если мы жили директивно… Директивно жили… Понимаете… Да я понимаю, что мы жили… Вот… Но ведь должны же быть вожди… Должны же понимать… Нет! Я Крючкова… Когда он с Селик Селиков поехал в Китай… В его Загоржи сел устраивать… Крючков занял… Говорю… Ну вот… Объясняй ему… Показывай этих бусов белых… Понимаете… Говорю… Ну… Почему вы… Вас запрещаете… А у них… У них… Это самый… План… И… На валютную продажу… Да… То есть… Лучше только первый свак… Ему больше ничего не… Только первый свак… Ну что с ними говорить… И отсюда стандарт… ГОСТы пошли… А наш институт был чей? Потребкооперации… 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 И мы пелись под ту дуду… Которую… Которую делаешь… Потребкооперацию… Вот и всё это и определяло… И тематики… Всё абсолютно… И интересность… Давайте, братцы… Отвлечёмся от тавровецких проблем… Есть, в общем… Острейшие… А вообще всё равно мы жить будем… Только социология… И второй… Главный один вопрос… Если мы не наладим консенсус… Если говорить по крупному плану… С землевладельцем, с землевходцем… Охотничьего хозяйства… Охотничьего хозяйства… Не охота… Охота будет в любых случаях… При всех форматах… Пусть феодализм будет… Всё равно будет охота… А вот охотничьего хозяйства… Без консенсуса… С землевладельцем, с землевходцем… Не получится… И чтоб там Дёшкин с Гусем не кричали… Фауна отдельно… Это госпонд… И мы будем… Кончилось это время… Сейчас скорый председатель колхоза… Или снег будет думать… Идите вон нахрен… Консенсус будет… Как-нибудь договорятся… Как… Кто кроме нас… Мы и должны… Вы и должны договаривать… В Ростовской области… В Ростовской области… В Ростовской области… Вы и должны… В Ростовской области… Если тебе Атаман не разрешил… Они владеют этими землями… Здесь по рыбачке… Поохотится… Хоть у тебя путёвки есть… Бумаги есть… Всё есть… Езжай… Если нет… Вы парю… Да… Но это самостоятельно… Что-то… Но это дело не в этом… Всё равно так… Сейчас… Два… Пардон… Два слова… О стрелке… О мастерстве… Юбиляра… Так… Можно? Давай… В общем… Во славу… Естественно… А когда ты видел… Это моё мастерство… Видеть… Земля… Слухами полнится… Широко… И далеко… Известные… Выстрелы… Удачные… Выстрелы… Барона Мюнхаузена… Мы все знаем… Вулабешник… Орленев… Вырастает… Всё… Макс Соломонович… У нас тоже… Примерно стрелял… За 100 с чем-то там… 190… Да… В общем… Да… Кто-то даже… В анальной отверстии… Прям… Да… Да… Данила… Да… Есть выстрелы… Архидальные… Я даже не знаю… Как они… В Парсейках… Измерить… Или еще… В чем-нибудь… Я думаю… Что вы единственный человек… На земле… Который умудрился… Эээ… Добыть дичь… Из пределов одного государства… В другом государстве… Причем… Да… Не выезжая из пределов СССР… Понимаете… О-ка… Муршифур… Стреля… Да… Придется пояснить… Да… Это было по-моему… В Средней Азии… На Памире… На Памире… Буза… Это… Это… Какая река там… Пянш… Пянш… Так вот он… На Афганской территории… Увидел… Имел наглость… Застрелить… На глазах… Уиземленных… Пограничников… Духмана… Нет… Еще… Там… Что-то копытное… Сибирскую… Да… Потом… Пол заставы сидело на губ вахте… За то, что этому стрелку… Дали возможность… В общем… Произвести этот мастерский выстрел… Но… Пол Афганистана ликовало… Потому что он их обеспечил… Сытой жизнью… На полгода… Наверное… Он же как он… За стрелка Павлова… Ну ладно… В общем-то так мало едят, что ли он… Ну… Да… Большая ды… Нить была… Козелство здорово… Не после этого… Вольнятор были в состоянии… Нет… Возможно… Но где-то было накануне… Ну… В связи с этим… Да… В сводках… Софинформбюро… Сей подвиг не значился, конечно… Но не помню… Да… Конечно… Может быть там… Игорь Мит… Ноту протестов… Вообще-ка она красивая охота была… Делились… Ездили… На автобусе ездили… На автобусе… Да… По бетонке туда уезжали до чистой речки… Мы с Гонсуном ездили… Нет… Это уже было… И… Борисан… А Гонсу тогда еще не было в институте… Помню… Нет… Не было… Последний год… Нет… Вот след есть… Подходит… Коряга… Дырка… И все… Больше никаких следов… Собрались все… Как-то тут… Ну получилось, что где-то… Как раз линии это было… Что делать… Вроде уже… И заяц не нужно… Просто интересно… Копаем… Лыжами… Копаем… Вот по пояс залезли… Все… Вроде изрыли… Там… Коряга… Ну где-то там… Что-то как-то… Но обсыпается… Но все равно… Нет… Это в районе серпантина… Или где… Нет… На чистой речке… На чистой речке… Все… Выкопали… Нету… Ну что-то… Какой заяц… Тут… Каких только… Эпититов… Этот заяц не получил… И тот… Кто… Привел… Уже сомневались… Что вообще… Единственный след был… Все… Проходим… Вот… Как это Бог привел… Через эту корягу… Вот… Мы находили… Наследили… Подходим… Вылазит из-под этой коряги… Заяц… След… Вылез он оттуда… И побежал… Вот какие были… Зайцы… Друг с другом их… И перестреляли… Тут стояли… Там… Еще такой был случай… Помните… Тоже закопался… Так что эти охоты… Действительно… Они исторические… Неповторимые… И закрытие сезонное… Да… Нет… Именно вот… Та обстановка… Там были… Чистые вырубки… Там были… Большие пространства… И вот этот… Шнег… По поясу… Он же нависал… Торчало… Ну вот там… Завал… Ныряли… Зайцы… Вот это… Ныряли… И они жили… На вот этом… Веточном коме… Который тут… Возникал… И зайца было… Ну просто… Не знаю… Вот мы гнали… Они в разные стороны рассыпались… Там… Расходились… Сколько… Метрах 500… Больше… Одна линия… Стоит… Другая… Гонит… И вот… И целый день… В общем… Я думаю… Это будет вечно… Оказалось… Заяц… Это вид субсакционный… Так что тут… Сейчас… Изменились… Угодья… Неоткуда без добра… Может быть… Сплошные рубки… Да… Ну они… Вот они всем… Они дали когда-то… Конечно… Да… Вот они дали скушку… Когда мы сейчас… Теперь с цикличными моментами… Когда мы видим… Вот… На наших глазах… Когда было месиво… Все дороги были… А сейчас… Один следочек… Только… Помните… Как мы шли… Все же дороги… Михаил Павлович… Не один… Четыре штуки… Сегодня… Выгонали… А одну… Через дорогу… Перешли… А я говорю… Раньше… Все дороги были… Обесслежены… Во всех… Во всех этих делах… Так что… Вот этот… Авантюризм… Высокой… Устойчивой… Чистости… Вот и привел нас… Ах… Давайте… Экономикам… Совершенно… Не считалось… Кормить… Ах… Едят… Хорошо… А какой… Эффект… Кто считал… Себестоимость… Кабана… Стрелянного… Наверное… Себестоимость… Подкормки… Кто-нибудь… Вносил… Никого… Это… Не интересовал… Вот я сейчас… Занимаюсь… Зубром… Сколько стоит… А кого… Интересовалась… Себестоимость… Зубра… И… Весь… Весь… Средневековье… А кто… Расплачивался… Из… Какого-то… Государственного… Престижа… Да… Это… Надо было… Сказать… А возле этого… Какая… Когорта людей… Жировала… И это… И что они творили… Работают… Давай… Полутора тысячные стады… Кавказских зубов… Уничтожим… Чтобы… Беловецких… Там… Развелись… Чисто породно… Чисто породно… А теперь… Вот… Диссертация… Только вышла… Да нельзя… Этого… Делать… Надо… Генофон… Все показали… Смешивать… Надо… Чтоб… Зубра спасти… Хоть с бизоном… Хоть с коровой… Хоть с чем-нибудь… Иначе… Все пропадет… Хорошая диссерционная работа… Но это уже не будет зубром… Это зуброкорова… Вот… Иначе ничего не будет… Это уже многообразие генофона… А вот… А ведь смотри-ка… С бизонами скрестили… Четыре самки и один бык… Понимаешь… Но больше… Больше… Бизонок… И только быки… Только быки… Только быки… И у них там осталось пять процентов… Вот… И генофонда… Зуброва… И создали… Полутора-тысячные страны… Только это… Прекрасное… Только… И только его уничтожить… Сладкий у них… Даль процентов… Понимаете… Сладкий у них… Дизонки… Да у нас во всех сидит… У кого татары… У кого турки… У кого еще что-то в нашей крови… Так чего она бы что-ли… Везде-то… Михаил Павлович… Михаил Павлович… Вот… Михаил Павлович… Это вот опять возвращение к тому же разговору… Надо с тем… Современным видом… Надумывать… Это очень… Капуэтный… Особенно Зубров… Долить… Ему так кажется… Ему так хочется… Не то какое… Они фанатичны… Они вот… Зациклены… Как заблазки… Зациклены… Чистотельно… Чистокровный… Приматный… Волк… Ведь это дошли до того… Чтобы не трогать… Никакие… Это… Ну… Популяции… Дмитрий Иванович… Милый… Только уже доказано… Американцы… Возникают миграционные потоки… Волки идут на 700-800 километров… Ну что ты с ними… Конечно… Больно серьезные… Ну что ты… Ну хочется… Ну хочется и все… И хочется чтобы и все точно так же… Думали и делали… Вот и все… И причем… Бывает что десятилетиями все вид состоит… Вот… Ведь Монтефель нам объяснял… Собой уж самый домосед… Да никуда… А что случилось в 60-х годах… Собой сам… В самых неестественных стациях стал жить… Ну это… Куда только пошел… Все наплевал на все эти… На все эти дела… Ни то ни все… Да… Но для этого было время… Да… А для этого человек должен жить долго… Понимаете… В чем… Вот в чем трагедия… Вот давайте-ка за этому… За трагедию… Вот чтобы вот так вот… Где-то быть вместе… Жить… Вот… Вот… От пика до пика… Вот… Вот как мне повезло… От… Одной… Это самое… Вкусничественной силе… Одной смуты… Дожить до второй смуты… А… Сейчас у вас какая пика в бок или куда вон… Да… Какой у вас… Вы понимаете… Вот сейчас у меня… Я просто счастлив вот этих двух смутных времен… Я вижу вас… Вижу все… Себя… Вижу… Детей своих… Вижу… Как все… Как все изменилось… Как все порушилось… Все наши… Повторяется… От той смуты… До этой… Ну… Я был… Хунвейбина… Громил… Как это все… Ну… И сейчас ведь точно так… И сейчас тоже… Вот… Я все… Абсолютно… Сейчас ларки… Все… Абсолютно… И я сейчас зрителям… Господи… Это самое… Я смотрю на своих детей… На своих сына… И здесь все… Абсолютно… Это лучше со стороны, конечно… Понимаете… Вот к той смуте… Фауна была… Разрушена в значительной степени… Фауна… Да… А к этой… Смуте… Она подошла… В очень хорошем состоянии… В приличном… И вот сейчас… На глазах… Она рушится… На глазах… И это… Никакие… Неприродные факторы… Ты ему не давал читать… Про… Э… Э… Републикации… В журнале… 1800-го года… Нет… Он пока темный человек… Просветим… 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 Микол Павлович… Да… Точно… Да… И причем… Так же… И причем… Тоже… Да… 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 Конец… До столетия начала… А сейчас уже… До конца столетия… Вот со всеми… Все повторилось… С… С восемнадцатым… Все абсолютно повторилось… Давайте… И мы вернемся на круги своя… Снова по новой… Давай… Вперед… Так… Ну… За него тогда… Хорошо… А что… Горько что ли? Нет… Сладкое уже стало… Оставляем его на завтра… Ну да… На номер… Переходим… На номер… На чай переходим… Мою вредную капусту… Монгольскую… Никто не ест… Вот если бы Силантьев и Соловьев дожили бы… Вот… До этого периода… Если бы тонизирующий продукт… Не были бы великим… Они рано умерли… И Силантьев… Силантьев… Силантьев подходил к идее… Соловьев… Нет… Соловьев… Крас был… Когда все рушил… Ни Собор… Ни Лосей… Ничего абсолютно… Так… А сразу… Все… Выбили… Да… Выбили… И все… Это простое объяснение… А что… Монтефель выпустил… Янатовидную собаку… Гатте этого не стал… Не пошло… На ученых совет… Везде… Вот… Еще… И студенты меня… Ну… Это нормально искать причинно-следственную связь… Ну… Понятно… Понимаешь… Ну… Как… Не было… В Тверской области… Три тысячи только заготовки… На двухарку… Когда пришел… Посмотрел… Где ты переходишь… Я почему тебя… Потому что… Понимаешь наш разговор… Ты говоришь… Я здесь… Я не… Ты встань здесь… Потому что… Эти развернуть можно… Ну… Я не успел… Если бы я видел… Валики… 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 Действительно… Там была… Даже если на 30-40 метров… Станок-то не увидит… Да он… Только шум… Он… Он… Очень… А шум… Белой жопой… Мать всего… Это… Надо сжечь… Эти штаны… У них вся незадача… Ух… Ха… 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 И гад… Раскачал… А долго сколько был… Надо что… Я уж думал… Он там… Сейчас… Пройдет… И ляжет… А там… Из-за сабовара надо… Надо сказать… Чтобы сабовар… Андрей… Надо чтобы сабовар не попал… Я бы дали его дальше… Где… Там рамочку… Рамочку смотри… Не доходя до рамера… Нет… Там нельзя… Да… Рамочку смотри… Вот этот бугор… Очень опасный… Ниже… Я же знал… Эту визирку… И я тебя… Именно не поставил… На… Этой… На… Том… Где ты стрелял… Да… Потому что ты помнишь… Что я раз говорю… Если он выйдет ниже… Я… Погоню на тебя… Ты помнишь… Да… Я заору… И погоню… Чтоб ты был… А он видишь… Прошел раньше… Если бы я на минуту бы раньше… Ну… Если бы… Конечно бы… Но тут еще и другое дело… Я-то рассчитывал… Двенадцать процентов… Властей… Подходя к конзирке… Всегда останавливай… Или металу корпуса… Всегда останавливай… Всегда останавливай… Вот они и нажали… Надо брать… Умный… Да если бы он был бы тихонько… Конечно… Он мог бы… Высунутся… Знаете… Вот ты помнишь… Тихонечко… При тебе же разговаривали… Идите… По лыском… Такой… Тихонько… С подходом… Надо будет палку… Бревно им прижать к ноге… Да нет… Нас все-таки… Вот это все смутило… Эта стрельба… Эти собаки… Ну что… И лосей тоже… Чего… Ну чего… Они никакого отношения не имели… Никакого… Такая слышимость… Как будто рядом стреляли… Ну что вы мне-то… Я-то ближе… Люди разговаривают… Слышал… Я-то ближе… Я-то ближе… Я-то ближе… Я слышал как они разговаривают… Вот это… Собака подгоняла… Ну… Метров пятьсот не догнала… Этого зайца до меня… Как рядом… Как рядом… Как рядом… Понимаете… Я-то я вам говорю… Я стоял у противопожарки… Вот мы с ним стояли… Слышно… Разговор даже… Людей был… По диагонали… Километры полтора… Лось-то это не смутило… Нет… Ну… Это мы пока убедились… Мы-то ведь решили… Сейчас… Там они… Будут знать… Что будут делать… Нет… Вообще-то… Ситуация ясна… Лоси были… Когда еще… Они уже были поджаты к бетону… И стояли… Это все правильно… Кроме этого… Кроме этого… Кроме этого… Тот сразу… Прошел… Чего-то… Может тут его и собаки… А эти стояли… Он пошел… Стояли… И как только поджал… Когда он выстрел… После Бориса… Значит… После этого… Да… Как только… Явно что это… Бык… Они стояли… И потом… Меня заслышали… Потому что я… Гремел… Ала и Жень… Может быть… Ала и Бориса… Поставил… И пошел на тот… Второй лаз… Для меня… И они это все прослышали… И как только поджали… Он намахал… На самом деле… Да… Когда я выстрелил… Обозначил… Начало загона… Вы уже стояли все… Да… Сколько стояли… Да… Я стоял… Борис… Он дал нам 40 минут… Борис… Точно встал… 20 минут… 12… То есть… Первого… Первого… Нет… Одиннадцатого… 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 Мне еще… Я вот в это время… Примерно… А лосьи уже были… Рядом… С нами… Ну… Пара-то я не знаю… Пара в центре держалась… Здесь… На врубах… На склоне… Бычаров может быть… Перед вами… Мне еще было пять минут… От Бориса… Пока мы там… Еще надо было пять минут… Пройти… Я сел… Сел… Сижу… Все теперь… Нормально… Раздается выстрел… Дальний… Мой… Дальний… Ну… Это вот его… Боже… Сначала закон надо обозначить… Я… За это… Тебе уже надо… Яйца… Кому это надо было… Выстрел… Домов… Все… Смотрю… Стреляет Борис… Поднимаю… Пятнадцать минут… Он стоит… Нормально… Все нормально… Я… Жду… Думаю… Мало ли что-то… Второй выстрел… Я думаю… Ранил… Гад… Проходит… Еще минут двадцать… Смотрю… Раздается… Еще… Борис… Ближе к Борису… Чуть левее… Борис… Ну… Левой… С левой… С левой… С левой… Я опять стрелял… Загоня… Я думаю… Значит… Они… Первый раз выстрелили… Подранили… И последует… Перед Борисом… Добили… Перед Борисом… У Бориса ранены… Этого добили… Вот… Мать твои… Я уж соображаюсь… Что будем делать… Мечтать не вредно… На охоте особенно… Слабость… Выходь полчаса… В Нирване… А у Бориса… А у Бориса… Были выстрелы… Когда лоси ложились… На месте… Ну… Это мы знаем… Тот такой… Тем более супа не поел… Ну решаться… Либо промажет… Либо… Проложит… Или… Прожопит… Ну… Блять… А если три? Серьезно… Сижу… Подергиваюсь… Так… А если три… Думаю… Что будем делать… С Козловым… Думаю… Связываться… Не надо… Вдруг ты идешь… Вроде радостный… Думаю… Бляди… Твою мать… Опять… Обдирают… Обдирают… А мы стоим… Не обдирают… А снимают… Ну… Михайловскому… Не привыкать… Стоять… Ну… Мне так… Мне так… Какого… Не барски это дело… Разбираюсь… Что к чему… В этой части… Пошел… И ты… И вдруг… Смотрю… Разговор-то не тот… Да… Крови нет… Смотрю на нем… Где… Руки тоже чистые… Да… Я ж думал… Он ободрал… И пришел такой… В битву… И… Лицо-то не возбужденное было… И говорит… Это… Говорит… Савелия угнал… С выстрелами… Гад… Вот тут я на тебя и взялся… Думаю… Чего тут… Да… А каково ваше было самочувствие… Когда вы увидели след у себя… Буквально под носом… У своего номера… Да… Так нет… Поделитесь-ка… Так у него нога отнялась… Да… Ну разыграть-то тут можно… Да… Да… Конечно… Ну куда тут… Ну свежесть… Надо было… Ну да… Конечно… Стоять… Становились не было… Да… Прошли не было… Прошли не было… Приходим… Есть… А он тут стоял… Сколько метров? 25 метров… Может при вас… Только честно, Михаил Павлович… Я ей говорю… Пострашается на Михаиловского… Да… Он же у меня за спиной… Может при вас он прошел это… Да… А че… Ну только честно… Как узнаешь… Да… Ха-ха-ха… Ха-ха-ха… Ну слышал может быть… Сделал вид что… А он шел по чистому месту… Как его услышать… Может хвост… Увидел хвост… А потом… Там шуршаний никакого не было… Нет… Ну лет через 5 расколется… Расколется… Ха-ха-ха-ха-ха… Ну а че вы… Стоим на противопожарке… Гонит Корсаков… Выходит на противопожарку… А Давлетов… Я стою… Давлетов… Еще один сотрудник… Забыл я его… Мало у нас в институте работы… Лось выскочил на пол корпуса… На это… Противопожарку… А ну как обычно лось… Выскочит… А потом… А потом… А потом… Значит быстренько раз… Переходит… Вот… Значит он вышел и стоит… И… А Давлетов… Там вот вырубочка такая… Небольшая была… Ну тут… Ну… Соток пять… Вырублено… И Давлетов… Вот как уперся… Вот на это… Чистил… Вот… Он повернется… Мы ему… Кремасничим… Руками… И этот товарищ… Повернись… К нам… Повернись… В двадцати шагах… От него… Стоит лось… Вот так… На пол корпуса… Захар не поворачивается… Ничего… Ну и лось… Так… Спокойно… Переходит… Ну тут мы… Знать… Этот парень… И мы… Подходим… Ну ты что… Не видел… Ты посмотри… Мимо тебя лось… Двадцать… Двадцать… Даже… Девятнадцати шагах… Не признал… Не признал… Ну и мыть этого не может… Что… Как это… Ну тут… Это же… А мы не меньше… Трех минут… Жестикулировали… Как-то… Чтоб он… Развернулся… А вот этот… Уперся… Мог я… На Михайловского… Думал… Конечно… С завистью… В ту сторону… Давай подумаешь… Там… Пятнадцать метров… Он у меня… Я же сидел… Пол… Пол… Полу… Полу… Оборота… К этому… Месту… Вполне… Вполне мог… Так что… Хороший метр… Главное на загончик… Савельев… Там всё… Вовремя… Так что ты можешь завтра Грефцу рассказать… Как Павлов… Прожопил лось… Сзади него… Опять… По чистому… Как опять… А когда ещё… Пальцев не хватит… За всю свою жизнь… Сколько там чего… Промазал… То есть не промазал… Не попадал… Промазать тебя не мазал… А б не попадал… Это было… Да… Всё таки… Это не умаляет ваших заслуг… Но каковотника… Всё таки я же держу рекорд… Шесть лосей… С одного места… Раз… Четыре… Два раза по четыре… С одного места… Пять раз по три… С одного места… А уж попали… Не знаю… И стреляя из одной стороны в другую… И сходя с места… Это вообще… Это ужасно…